Здравствуйте, дорогие друзья! Христос посреди нас! Мы сменили название канала, и многие решили, что мы пропали. Поменять название канала мы думали давно, потому что давно уже наш канал вышел за рамки просто личного блога моего или моей семьи, рассказывающего о Святой Земле и последних событиях, происходящих здесь. Действительно, все больше нас с Рафаэлом интересуют темы христианства и мира, то есть взаимодействие христианства с миром, существование христианства в мире и прочие темы, связанные именно с этим. Поэтому название канала давно уже зрело в нашей голове, и сейчас просто мы почувствовали, что пришло время. Я пока оставила нашу старую аватарку, чтобы вы привыкли к новому названию канала, но потом мы ее сменим на Константинов крест, потому что этот византийский крест, буковки РХ нам очень нравится и подходит именно хорошо по смыслу к названию нашего канала. Что касается контента, наш канал по-прежнему будет рассказывать вам о тех местах, где мы живем, поднимать интересные и полезные темы, рассказывать, конечно, о христианских святынях, и мы также будем читать с вами дальше Евангелие. Так что ничего у нас в смысле наполнения не изменилось, но название вот теперь новое. Это я говорю для тех, кто еще об этом не знает. Прежде чем мы начнем читать, для тех, кто смотрит этот выпуск сегодня впервые, хочу пояснить, что я православный церковный гид от Иерусалимской патриархии, и как и все гиды от нашей патриархии, имею благословение блаженнейшего Феофила, нашего патриарха Иерусалимского, рассказывать людям о Евангелии, вести с ними богословские, катехизаторские беседы. Второй момент. Мы читаем Евангелие на церковно-славянском, поскольку в русской православной церкви принято читать Евангелие на церковно-славянском языке, в греческой православной, на древнегреческом. Соответственно, прихожане вынуждены понимать этот язык, знать его. И вот такое совместное чтение Евангелия помогает вам немножко проникнуться, освоить, да, может быть, даже познакомиться с этим языком. Разумеется, если вы не читаете пока по-церковно-славянски или плохо воспринимаете на слух, то, конечно, легче всего сейчас сделать паузу, взять в руки Евангелие на русском или другом, любом понятном для вас языке, и просто следить, читать вместе с нами. Мы сперва почитаем, а потом я расскажу вам, что говорят святые отцы об этом отрывке, и мы вместе немножко порассуждаем. Итак, мы сегодня читаем с вами 17 главу, начинаем. Будем читать с 1 стиха по 12. Речеже ко учеником своим невозможно есть не прийти соблазном. Горе же его же ради приходит. У нее ему было бы, аще жернов осельский, оближал бы, увы, его, и ввержен в море, неже да соблазнит малых сих единого. Внимлите себе, аще согрешит к тебе брат твой, запрети ему, и аще покаяться, остави ему. И аще седмище на день согрешит к тебе, и седмище на день обратится, глаголя каюся, остави ему. И рекоша апостоли господеве, приложи нам веру. Речеже господь, аще бысти имели веру, як у зерно гарушно, глаголы ли бысти оба ягодича не сей, восторгнися и всадись в море, и послушала бы вас. Который же от вас раб, имея урющ или пасущ, и же пришедшую ему с села речет абея, минув возлязе, но не речет ли ему, уготовы что вечеряю, и припаясався служими, донди же ям и пию, и потом яси и пиеши ты. Еда имать хвалу, рабу тому, яку сотвори повеленное, немню, таку и вы, егда сотворите вся повеленное вам, глаголите, яку раби неключимы ясмы, яку ежи должни бехом сотворите сотворихом, и бысть идущимы в Иерусалим, и той прохождаше между Самариию и Галилею. Вот в этом небольшом отрывочке, в принципе, ученикам своим Господь дает, как бы скажем, абсолютно точное, понятное правило, можно сказать, да, инструкцию, как строить свои взаимоотношения с ближними, и с церковью, да, с нашими иерархами, священниками, и просто с нашими ближними, то есть с братьями, которые вокруг нас. Мы с вами будем сегодня опираться на толкование этого отрывка священномученика Ануфрия Гаголюка, также, конечно же, обратимся к святителю Иоанну Златоусту, Феофилакту Болгарскому и к преподобному Истину Поповичу. И вот, если мы с вами начнем разбирать это место, то первое, что нас здесь удивит, это фраза «невозможно не прийти соблазном». Есть даже такое мнение у некоторых людей, что вот, мол, соблазны Бог посылает для нашего, скажем так, воспитания, и поэтому в этом тоже есть его воля. Соответственно, нельзя судить грешников, потому как они служат к спасению праведников. Если в своем зерне, по сути, в общем-то, это правильно, но здесь есть такой немножко перекос, который, мне кажется, очень важно для себя понять и определить, чтобы не впасть в неправильное представление о Боге. Господь не посылает соблазны нам специально. Слова «невозможно не прийти соблазном» – это как, примерно, слова врача, сказанные человеку, который курит, пьет, ведет нездоровый образ жизни, и когда он говорит «дорогой, вы знаете, вы заболеете, вы знаете, у вас будет инсульт». Это не значит, что врач наслал на него инсульт, правда? А это значит, что он его предупреждает о том закономерном последствии, которое будет идти за его образом жизни. И вот здесь фраза Господа «невозможно не прийти соблазном» исходит по святым отцам из того, что мир лежит во зле, и поскольку люди так сильно грешат и со злом не борются, то невозможно, чтобы не было при такой жизни соблазнов. То есть ни в коем случае Бог намеренно их не посылает и не устраивает. Разумеется, что люди, которые соблазняются и врагом, дьяволом, и потом соблазняют других людей, разумеется, это испытание, но никак не угодное Богу. Господь абсолютно оставляет ведь свободу воли людям не соблазниться, то есть, соответственно, не впасть в руки дьявола и не быть потом соблазном для других. Дальше мы слышим с вами о том, что тому, кто соблазняет людей, лучше было бы не родиться. О каком соблазне здесь вообще идет речь? Эту цитату трактуют очень широко. Ее можно применить абсолютно ко всему и к нам с вами, простым людям. Но здесь, конечно, речь идет о священниках. Почему? Потому что перед этим идет притча о богаче и Лазаре, где Господь упрекает фарисеев, а фарисеи – это были толкователи закона и учители народа. То есть, отчасти эту функцию потом будут выполнять наши христианские священники. С той только разницей, что христианские священники совместят в себе функцию и фарисеев, раввинов, учителей и священников в ветхозаветном храме. То есть, нужно здесь понять, что раввин – это не то же самое, говорят. Раввин – это у евреев такой батюшка. Нет, раввин – это не батюшка. Раввин – это специалист по ветхому завету, по изучениям и толкованиям текстов ветхого завета. И тогда, и сейчас-то точно так же. И раввин не совершает богослужения в храме, и не совершает таинства, в отличие от наших священников. Но, тем не менее, священники тоже призваны ведь не только служить в алтаре, но и учить людей, то есть наставлять их в Слове Божием. Мы знаем, что в современной церкви это благословение дается и вот даже мирянам, даже женщинам. Мы с вами знаем не только православных церковных гидов, женщин в разных странах, в разных городах, имеющих благословение, катехизировать людей и нести им Слово Божие. Но и мы знаем с вами женщин, окончивших миссионерские отделения, Святотихновского института, зарубежные такие же точности, у католиков. У всех это есть. Это уже служение, скажем так, очень идущее с самых древних времен, от Жон Мироносеца еще, которые тоже проповедовали вместе с апостолами. Так вот, здесь говорится именно об этих, о таких людях в первую очередь, но и в первую очередь, конечно, о пастырях, о священниках. Потому что, сказав притчу о богаче и Лазаре, и обвинив фарисеев в жадности и приверженности к богатству и земному своему привилегированному почетному положению, Господь дальше говорит уже ученикам, потому что, видите, и сказал ученикам своим. То есть он уже обращается именно адресованно в Евангелии, вообще интересно это замечать. Когда говорится, и сказал народу, и сказал фарисеям, и сказал ученикам. Обратите внимание, Господь говорит по-разному, когда Он говорит ученикам, когда народу, а когда фарисеям. Потому что каждый из них по-разному воспринимает, и к каждому из них Господь обращается как бы адресно. И вот здесь ученикам, которые в будущем станут, после сошествия на них Духа Святаго, апостолы, станут священниками, ну и ученики апостолов в дальнейшем тоже. Господь им говорит, смотрите за собой внимательно, чтобы вы не послужили соблазном людям. Как говорит нам священному ученик Ануфрий, в самом деле, что может статься с человеком, религиозным юношей или колеблющимся в вере христианином, зрелым мужем, когда он увидит, как священник или даже епископ изменяет святой вере Христовой и является предателем церкви православной. Они тогда могут потерять свою веру. Таким образом, соблазнитель губит и свою душу, и души многих. Не унывать, не смущаться при виде зла, а усердно творить добро, так как в конечном итоге не здесь, на земле, а в жизни загробной. Добро восторжествует явно и полно над злом. Вот так говорит нам человек, отдавший свою жизнь за Христа. Священномученик Ануфрий был расстрелян в годы советской власти, в 30-е годы. И вот, таким образом, это слово, да, обращено в первую очередь к пастырям. Но если на епископа и на священников, на священника смотрят все прихожане, и они как бы на виду, да, и епископы, и священники, всегда можно, да, вот все про них буквально знать, что сейчас и делают журналисты, да, льют всякую грязь, мы знаем, и на патриархов, и на, не стесняясь, как бы, да, у нас свобода слова в мире. И нас это, как верующих людей, возмущает. Тем не менее, мы понимаем, что, да, конечно, нет совершенства в церкви. Действительно, многое творится несправедливо. Я сейчас не говорю только о православной церкви в любой абсолютно стране. Я говорю вообще о церкви Христовой в целом, да. Тем не менее, мы должны очень четко здесь разделять, как всегда мы говорим с вами, Христос так учит нас, разделять грех от самого человека, который его творит. И, соответственно, не смущаться тем, что мы видим явное зло, но и не называть зло добром. Тогда мы получимся соблазненными. Грубо говоря, если священник или епископ стяжателен, то мы скажем, а, значит, и нам нужно так. Раз он так делает, ведь в церкви все свято, все священники, архиереи, патриархи, они все святые для нас. Мы преклоняемся пред ними наравне с Господом Богом и Божьей Матерью, да, и святыми ангелами, и святыми преподобными. Значит, и нам можно, значит, наверное, это можно совмещать. Быть христианином и, допустим, быть стяжательным. Или быть христианином и, например, быть там как-то нетвердым в канонах в своей церкви, или там еще какие-то вольности допускать, или обижать других людей, или быть деспотичным и надменным другим людям. Ну, раз им можно, значит, наверное, и невольно паста начинает копировать. Поэтому отличать добро от зла мы обязаны. И называть вещи своими именами обязаны. Но при этом мы должны разделять грех от самого человека, любить и молиться за самих людей, но четко отгораживать себя от греха. И если поведение неправильное, у кого бы то ни было, не нужно бояться себе сказать об этом, ближних своих предупредить, если ты видишь, что есть какая-то в этом опасность. И вот такое, скажем, излишнее чинопочитание в смысле почитать нужно, да, и архиереев, и патриархов, и священников. Разумеется, мы почитаем благодать Божию, которая на них в первую очередь. Почитаем их сан, почитаем то место, которое Господь определил. Но абсолютно оправдывать любые поступки, если мы явно видим, что они злы, это, конечно, заблуждение. И, в общем-то, лицемерие. Потому что наша совесть-то подсказывает нам, но наше рыболепство и человеческий страх, человекоугодничество нас пугает. «Ой, не надо, не осуждайте, не осуждайте». Осуждать – это желать кому-то гиены, погибели, говорить, он такой сякой, он в аду будет гореть. Нет, осуждать нужно поступок, грех. А самого человека помоги ему, Господи, спаси его, Господи, дай Бог ему сил справиться. То есть вот это то, к чему нас призывает Господь. Иначе, если есть соблазны в этом мире, мы будем соблазняемыми постоянно и будем падать. А нам нужно стоять. Соответственно, здесь дальше Господь продолжает эту мысль и говорит нам, следите за собой. Если брат твой согрешает к тебе, то пойди и... То сперва говорит, если брат твой согрешает к тебе, запрети ему. Если покается, прости его. Если семь раз седмерицию, как здесь написано, седмище на день согрешит к тебе, и седмище на день обратится к глаголе каюсь и остави ему. То есть бесконечное вот это вот прощение, которое мы должны изливать. Но если мы разделяем грех и человека, то, в общем-то, это легче гораздо прощать. Если мы понимаем, что грех и человек отделимы друг от друга, абсолютно так, в глазах Божьих. Грех – это как болезнь, а человек – это человек, да, собственно говоря. Человек в глазах Божьих всегда, и в наших глазах, это всегда образ Божий, да, всегда. Всегда это чадо Божие, наш брат с вами. Даже если не во Христе, если он не христианин, то значит, по рождению от Адама. И вот интересная фраза, что нужно сказать человеку о том, что он согрешает против тебя. Вот, например, Ветхий Завет как бы эту прерогативу возлагал на судей израилевых. То есть если человек согрешает, нужно было найти двух свидетелей, отвезти его к судье, да, или к старейшине, и тот должен был вынести наказание. По закону Моисеева наказания там были очень страшные, например, да, заблуд, побивали насмерть камнями, там, и так далее. Но должны были быть два свидетеля, обязательно. То здесь Господь предлагает сперва один на один сказать человеку о том, что он заблуждается в чем-то, или неправ, или чем-то тебе лично досадил, как говорят современные психологи, я сообщение, да, мне больно, ты знаешь, меня очень огорчили твои слова, я их не понимаю, или меня они сделали больно. То есть интересно получается, что мы не должны быть безразличными к состоянию духовному наших близких. Это очень интересно, ведь Церковь Христова – это в первую очередь собрание людей. Мы никто не живем отдельно, по отдельности, сами по себе. Поэтому что творится, не то, что в другой стране, или в другой церкви, что творится в доме моего соседа, брата, сестры, мои подруги, какое мне до этого дело, ну пусть они там с мужем до бесконечности ругаются, или пусть она там меня обижает, ну я с ней просто общаться не буду, и все, да. То есть вот такой подход получается, Господь так не учит поступать, Господь учит нас бороться за каждого человека, да. Другое дело, что обличить грех человека, назвать человеку его грех с любовью, это сделать крайне трудно. И шишки, и камни в тебя все равно всегда полетят. Тут надо быть готовым потерпеть, если совесть тебя не обличает, что ты сказал без любви, сказал грубо, сказал обидно, унизил человека. Если твоя совесть говорит, нет, я чувствую, что я с любовью, я плачу об этом человеке в сердце, я хочу добра, хочу хорошего, но я должен ему сказать, потому что человек не понимает, а как бы да, вот между нами стена, или между ним и церковью стена. И Господь говорит, да, иди и скажи. Мало того, также Иоанн Лественничник говорит, итак, если обличение твое, паче же напоминание, как хорошо, напоминание, чисто и смиренно, то не отрекайся исполнять онную заповедь Господню, особенно же в отношении тех, которые принимают твои слова. Так говорит святой преподобный Иоанн Лественничник. То есть мы не должны жить в своей раковинке, как устрица, да, я и Господь в моей раковинке, а дальше у меня хоть трава не расти, это неправильный подход. Наше отношение к миру должно быть иным, мы должны заботиться, и прежде всего о своих, о своих поверье, о тех, кто услышит наши слова, да, пойти сейчас сказать неверующему человеку, перестань пить в карты, играть, бить жену и гулять с любовницей, он тебя не услышит, и не поймет, да, правда же, но сказать человеку родному по вере, если он в чем-то заблуждается, может быть и можно, но опять же каждый найдет свой способ, свой правильный момент, правильные слова, правильный тон, и главное, правильную настройку в сердце, да, чтобы это звучало, как смиренное напоминание, как с любовью предложенное лекарство, но не как обличение, унижение, оскорбление, достоинство человека, какой бы грех он не совершал против нас или против церкви, и у апостола Матфея, вот этот момент в Евангелии от Матфея расширяется на уже отношение именно церкви, к еретикам, грешникам, если он тебя не послушает, возьми двух других, обличи его при двух других, то есть сперва наедине, потому что когда человека за что-то обличают прилюдно, это любому человеку очень обидно, и очень трудно, и больно, и принять, ну мало у кого такое смирение есть, тем более если человек уверен в своей правоте на тот данный момент. Соответственно, наедине, наедине не послушал, приведи двух других, может быть, как бы да, будет больше воздействия, если нет, скажи церкви, и если уже и церковь не послушает, то тогда уже остается только плакать, молиться об этом человеке. И если человек действительно является опасным для нас, то есть, например, он тянет нас в какой-то грех, или человек действительно проповедует какую-то ересь, откровенную совершенно, то лучше действительно не общаться. То есть, иными словами, отложить общение с таким человеком и просто молиться за него, и надеяться, что уже теперь сам Господь вмешается в его исправление. Мы сделали то, что мы могли. И вот интересно, что Господь, если посмотреть на евангельское отношение, евангельское поучение о взаимоотношении нашим с людьми, то покаяние должно быть с двух сторон. Вспомните, как Господь говорит, если ты пришел к алтарю и принес дар, но вспомнил, что брат твой гневается на тебя, пойди примирись с братом твоим. Не ты согрешил, а брат твой за что-то на тебя сердится. Может быть, ты даже и не виноват был, да, в принципе, непонятно. Но брат твой имеет что-то против тебя. Между вами была размолвка. То есть искать мира любой ценой, фактически, да, это выходит так. И тут точно так же, наоборот, да, если ты согрешил, проси прощения и остави нам долги наши, просим мы в молитве отче наш, как и мы оставляем должником нашим, да, то есть мы просим прощения и мы прощаем. Вот этот момент, он очень важный, а на это обращает наше внимание именно святитель Иоанн Златоуст. Также он напоминает нам, что очень часто, если кто-то виноват против нас, нам иногда не нужно ждать его прощения, что он попросит прощения, потому что от стыда, от озлобленности, от гнева человек сам не придет и не скажет, прости меня, брат, ты знаешь, я вот был давеча неправ. Скорее всего придется идти нам и с любовью указать ему на его ошибку. И иногда даже люди верующие делают так, что даже и сами просят прощения. Прости, может быть, я чем-то был виноват, что я тебя ввел в такое, да, но это если касается личной размолвки именно между двумя людьми. Таким образом, получается, блаженные миротворцы однозначно во всех смыслах, на всех уровнях Господь призывает нас к миру. Нигде Господь не говорит нам, что есть какое-то у нас право или оправдание, или повод для отчуждения и для того, чтобы людей бросить, иными словами, да. То есть всегда призывает нас к миру и примирению. Другое дело, когда наше слово не принимают, и как это было, когда посылал Господь апостолов на проповедь, тогда отрисите прах ваш, от праха от ног ваших, да. То есть тогда действительно есть моменты, когда нужно отойти, когда нужно прекратить общение, прекратить попытки свои, потому что тут уже надо оставить место Богу, чтобы не получилось, что мы и сами в грех впадем, да, настаивая на чем-то, пытаясь кого-то в чем-то переубеждать до бесконечности, а смысла в этом нет. Особенно, конечно, такое происходит сегодня, к сожалению, в соцсетях, когда люди устраивают просто третью мировую войну в комментариях, и никто никого ни в чем при этом не убеждает. Поэтому не обижайтесь на нас, дорогие, что мы не игнорируем комментарии, просто мы не отвечаем на те комментарии, которые явно повлекут за собой бесконечное препирательство. Мы просто понимаем, что, во-первых, нет на это времени, во-вторых, просто это грех, да, вот разводить такую бурю. Если кто-то наши слова понял как-то неверно, ну, Господь знает наше сердце, Господь знает, что мы никого никогда не хотим обидеть, оскорбить, унизить, показать, что кто-то является менее достойным, чем другой, или каким-то образом, что мы являемся истиной в последней инстанции, там, и все остальные дураки, да. Мы никогда такого не делаем, а если кто-то понимает в наших словах чего-то свое, ну, тут уже, да, какие-то вещи мы проконтролировать не можем, и восприятие у всех людей действительно индивидуальное, поэтому лучше не вступать в перепалку в комментариях. Если кто-то из вас ведет блог, я думаю, многие из вас ведут соцсети, блоги, могу тоже посоветовать вам, отвечайте на добрые комментарии, не ставьте просто сердечко, я недавно вдруг это поняла. Боже мой, ведь просто ставишь сердечко, а ведь можно словами поблагодарить человека за теплый комментарий, за поддержку, потратить время на это, а не на то, чтобы бесконечно чего-то кому-то доказывать, тем более, что ни к чему это не приведет. И вот дальше апостолы, услышав о том, что соблазны придут и должны прийти, и что через них самих могут прийти соблазны, что им нужно быть очень внимательным, чтобы не соблазнить, а, кстати, не докончила мысль по этому поводу, на священников, на архиереев смотрят люди, но ведь и на нас христиан смотрят не христиане, они ведь тоже смотрят на нас и по нам, скажем так, определяют, что у них за религия, что у них за бог такой, кто они такие, что они несут в этот мир, да, и, соответственно, любое соблазнительное, то есть лишенные любви, поведение с нашей стороны, лишенные любви, милосердия. Никто здесь не говорит о том, чтобы мы были идеально праведными и идеально соблюдали все законы и были абсолютно благочестивыми. Тут как раз может быть внешнее благочестие, иногда очень обманчиво, потому что главное это плоды, да, по плодам их познаете, то есть что человек делает, что у него в сердце, а вы знаете, что верующие люди бывают очень разными, ну как и матушки, например, даже жены священников, бывают в джинсах и с красной помадой, а бывают в платочке и в сером платочке. У кого какое устройство, кто как, так сказать, себя ощущает и несет свой образ, у кого какой творческий заряд внутри, это очень индивидуально, как раз внешнее благочестие тут не главное, главное, что исходит от человека, какой дух, какой свет исходит из его глаз, это мы чувствуем всегда, вот человек всегда чувствует, есть у нас какой-то локатор, и точно так же ведь другие люди нас определяют, и когда-то Серафим, старец Серафим, наш отец Серафим, с поля пастухов, каждый раз очень внимательно оглядывал своего ученика, отца Игнатия, теперь он архимандрит Игнатий уже, он мне говорит, отец Игнатий, меня, говорит, не выпускает из монастыря, всего осмотрит, почему рясу не погладил, почему у тебя ботинки пыльные, почему камеловку не надел, я ему говорю, старче, ты на себя посмотри, геронта, да, по-гречески, ты сам уже 50 лет не переодеваешься, он был настоящий отшельник, отец Серафим, старец, а он говорит, я тут в монастыре сижу, а ты в мир выходишь, по тебе будут судить, обо всех монахах, вот иди, и чтоб ты и внешне, и внутренне соответствовал, да, действительно так, так же по нам, христианам, поэтому, чтобы нам не быть соблазном, никогда не терять дух любви и мира, это самое главное, на что люди реагируют, не на то, накрашены мы или нет, не на то, волосы у нас длинные, короткие, убранные, или какие еще, в майке мы и в шортах, или мы в длинном платье, или в длинной рубашке, это, на это люди не смотрят, это как раз наоборот, даже надо может отталкивать, а вот наша речь, наше отношение к другим людям, наше внимание, даже в транспорте, если мы уступаем место, если мы поможем сумочку, колясочку там поднять, не знаю, лишний раз улыбнемся в подъезде, лишний раз спросим, как себя чувствует там, допустим, соседка там, или да, поможем, пожалеем, подскажем, поддержим, вот поэтому люди судят о нас, по нашей любви, теплу, миру внутреннему, вот Господь поэтому и говорит, чтобы мы смотрели за собой, чтобы нам не быть соблазном, нам не жить по законам мира сего, но при этом я с крестом, я христианин, а живу, как мир живет, мщу, когда меня обижают, гневаюсь и злюсь, когда кто-то меня раздражает, или кто-то делает грехи, то я готов его с порошок, стереть с лица земли, да, заботюсь о доме, хозяйстве, богатстве, так сказать, да, чтобы все было и выше крыши, чтобы оно желательно было, вот, и, так сказать, я и сплетничаю, и осуждаю, и доживу, как все, но в воскресенье я хожу в храм, да, ну, то есть, соответственно, вот это соблазн, люди тогда говорят, ну, а что тогда вы христиане, ну, ну, хорошо, вы ходите в храм, ну, а мы ходим к психологам, мы ходим на какие-то там, я не знаю, медитацию, йогу, ну, и что, а вы ходите в храм, ну, это то же самое, а вот, понятно, да, вот я тоже, мы с Рафаэлом Беспрерывной себе это напоминаем, и также наших деток учим в школе, везде, не забывайте, что вы христиане, не подражайте, если вы знаете, что это грешно, или что нельзя это делать, все девочки делают, а вы не делайте, потому что вы понимаете, что вы так не только себе вред причиняете, но позорите имя Христово, да, пред людьми, и апостолы, все это услышав, понимая, что это какая-то нереальная высота, они говорят, Господи, приложи нам веру, потому что действительно это ужас, да, как мы достигнем этого, как у нас вообще, как нам веры хватит, что ты нам поможешь этот тяжелый путь пройти, и Господь говорит им, вам не нужна какая-то особая космическая вера, данная от меня, вы должны просто укреплять свою веру, и если бы вы даже имели ее с маленькой зернышко, то вы скажете этой смоковнице, она пересадится в море, скажете, к горе сдвинуться, и она сдвинется, то есть, иными словами, ничего суперсложного от вас не требуется, вера, вполне нормальная вера, да, также дальше, Господь предостерегает апостолов, учеников своих, чтобы они не возгордились, когда начнут исполнять то, что он говорит, а ведь оно затем и написано, чтобы мы это исполняли, да, не чтобы мы поухали-пахали, но чтобы мы пошли и стали это делать, он говорит, что не забывайте, что когда вы исполните, вы только лишь исполнили то, что вам повелел ваш господин, Господь ваш, как когда раб ваш придет с поля, он поле сперва вспахал, потом посеял, потом пошел там, не знаю, овец попас, да, и вот он пришел домой, и что господин скажет ему, иди покушай, нет, он скажет, и сперва мне еще, приготовь меня, обслужи, и потом уже раб будет сам кушать, и что, похвалит господин раба, нет, раб совершил то, что он должен был совершить, а уж если Господь решит его, господин решит его как-то наградить, какой-то подарок ему, дать монетку там, или что-то подарить ему, благодарность за усердную службу, это уже дело господина, то есть, иными словами, работать Богу не ради награды и обещанных нам благ, а ради любви к Богу и желания просто исполнять тот прекрасный закон, который он нам дал, собственно говоря, и желание быть просто с ним. Ну вот, и дальше, что произошло, когда Господь шел в Иерусалим и проходил через Самарию, мы с вами почитаем уже в следующий раз. На сегодня я хочу завершить нашу встречу небольшой цитатой из преподобного Иустина Поповича, чтобы она как-то осталась в нас в памяти, это тоже толкование на сегодняшнее наше с вами евангельское чтение. Когда человек грешит против брата, равняется человеку. Когда он оскорбляет, когда недооценивает, когда уничижает божественное величие человека, когда действует против Божьего в человеке, богообразного, христообразного, духообразного, когда нарушает заповеди Божии о братолюбии и человеколюбии, когда действует против бессмертия, вечности, веры и остальных евангельских добродетелей в братья. Как творение Божие все люди между собой братья. Каждый человек брат каждому человеку. С точки зрения происхождения все люди одинаковы, братски одинаковы. В самом возвышенном смысле человек человеку брат, если они христиане. В исключительном божественном, в исключительно богочеловеческом смысле, человек человеку бессмертный брат, вечный брат. Тогда у них одинаковое восприятие мира, Бога и человека, если они оба христиане. Одинаковы их мирила, одинаковы высшие ценности, истина, правда, мудрость, Бог, жизнь, вечность, богочеловечность. Одинаковы для них евангельские добродетели. Грех это что-то, что надо обличать, изобличать, хотя бы он приходит от брата. Грех это величайший враг человека, потому что он в род человеческий ввел двух самых страшных злодеев, смерть и дьявола, и в них и с ними ад. Обличи брата, ибо он временно предался греху, себя бессмертного и богообразного подчинил греху. Евангельская истина, ни в одном грехе не бывает весь человек. Богообразным ядром своим он всегда вне греха. Иди и впредь не греши, говорил Господь. Надо отделять грех от грешника, ненавидеть грех, любить грешника. Опасность, которая грозит грешнику от греха, ужасна, ибо за грехом идет смерть, а за смертью ад. Поэтому пусть не будет у нас с вами дорогие каких-то закрытых тем и ложного страха, лучше об этом не говорить, чтобы людей не потревожить, чтобы их не ввести в гнев, лучше помолчим об этом. Да нет, пусть у нас с вами всегда будет хватать добра в сердце, жалости к людям, сострадания, для того, чтобы с любовью смиренно напоминать им о том грехе, который мы видим. Но для этого, разумеется, нам необходимо самим читать ежедневные Евангелия, исповедоваться, причащаться, вести образ жизни не христианский, для того, чтобы наше зрение тоже было правильным. Но еще раз, Господь призывает к этому абсолютно всех. И особенно, когда что-то очень тревожит нас, не будем за спиной молчать, пойдем к человеку и постараемся с ним примириться, насколько это возможно. И даст Бог, он нас услышит с вами. Всего вам самого-самого хорошего, мои дорогие. Надеюсь, что вы останетесь верными друзьями нашего канала с новым названием. И до скорых встреч на этой неделе в выпуске блога, который пока по-прежнему называется «Святая земля сегодня», но, возможно, и изменит тоже свое название, поскольку не только новостями Святой земли мы ограничиваемся. Мы скорее будем говорить на темы, которые интересуют всех христиан сегодня и темы, которые способны раскрывать новые какие-то каналы мышления для нас, активизировать наш мыслительный процесс, заставлять нас думать, анализировать, вдумываться, может быть, почитать даже что-то, что мы еще не читали и не знаем. И в этом мы видим именно наше служение как православных церковных гидов, раз теперь нет возможности паломничества сюда и личной нашей встречи с вами и вот этим неделям, которые мы проводили с большими группами русских и украинских, и белорусских, самых разных паломников, то, по крайней мере, через экран будем нести то, на что имеем благословение со всем усердием и осознанием своего недостоинства и неумения, но по мере сил будем стараться. Обнимаю вас всех сердечно, друзья. До самых скорых встреч на нашем канале «Христианство и мир». До свидания. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Субтитров А.Егорова